Ребят всем привет сегодня продолжим эпопею с установкой гибкого вала на токарный станок. Соединим основной ходовой винт с малой продольной. Все это нужно чтобы нарезать коническую резьбу на кофеварке для соединения со следующей деталью. Потому что на сварке делать не хочу иначе все поведет и думаю вид внешне будет испорчен. Вкратце объясню и повторюсь. Для тех кто не видел предыдущую часть половину пути мы уже прошли. На токарный станок установлен узел с напечатанными на 3d принтере шестернями из пластика. Нужно из нейлона было печатать. Опыт есть, но для удешевления пока из пластика. Одна сторона гибкого вала троса уже подсоединена к этому узлу. И нам сегодня нужно сделать ответную часть, которая будет располагаться на малой продольной подаче. Чтобы немного удлинить трос, а также чтобы иметь возможность жестко его фиксировать. Я припаял серебром его к латунному кругляку. Сейчас немного обточу. Сейчас я точу деталь для соединения малой продольной гибкого вала. Запрессовал бронзовую втулку и проточил ее. Это удлинитель. Если помните троса уже не хватает. Он будет центроваться в этой втулке. Продолжение следует... Их разогнает. Включая компания. Присоснантироваться. Присоснантироваться. Включая компания. Первым делом поточил и установил на свое место крышку, которая закрывает вторую маленькую шестерню. Неожиданно для себя разобрал каретку малой продольной и уже около часа занимаюсь шабрением. Здесь было все очень плохо. Постепенно картина улучшается. Здесь с обоих сторон были большие провалы. Ребята, чего-то достиг. Пожалуй на этом остановлюсь. Теперь по этой детали, по этим плоскостям делаю следующую. Можно свои 5 копеек вставить? Вставь! Тут на микроны уже дело пошло. На микроны? Видишь проблески? То есть тут краски почти нет. Вы спрашиваете куда Игорь пропал? Он у меня тут сидит. А для шабрения ответной части я уже использую несколько линеек. Первую я использую вот эту угловую. Это самодельная линейка Игоря Негоды. Вот так она выглядит. Потом я проверяю уже вот этой. Она поточнее немножко. И потом уже проверяю плоскость по отшабренной вот этой части. Мы ее отшабрили по плите. И также нужно будет проверить на винт. И после этого можно будет приступать к шабрению ласточкиных хвостов. С каждым проходом все лучше и лучше. Изначально была очень также плачевная картина. Пятна были только вот здесь вот с краев. А здесь были огромные провалы. Это я уже наверное раз двадцатый прохожу. Игорь обеспечил всем необходимым. Это также маленький шабрик Игоря Негоды. Дело идет к концу. Постепенно картина улучшается. Был небольшой винт. Уже практически его устранил. Прижимаю к одной плоскости, к широкой. Вот такая картина уже. В принципе уже достаточно. Можно разбить на пятна вот здесь. Думаю еще пару проходов и все. В данный момент я уже заканчиваю шабрить ласточкиные хвосты. Тут самое главное, чтобы они оказались в итоге параллельные. Постоянно нужно измерять. Покажу вам, что все уже отлично. Плоскость здесь великолепная. Когда шабрил, все время производил измерения, как меня учили. То есть самый главный показатель ласточкиные хвосты должны быть абсолютно параллельны. Так, здесь минус 4 сотки. Смотрим здесь. И здесь минус 4 сотки. Самое неудобное место для шабрения это вот эта внутренняя часть. Уже более-менее осталось чуть-чуть. Шабрить очень неудобно так. Эту часть можно уже установить на место. И последняя задача. Нужно выровнять клин. Я уже предварительно его немножко отшабрил по плите. Теперь мажу краской внутреннюю часть ласточкиного хвоста. И собираем, проверяем. Затягиваю клин. И уже в работе выясним, везде ли он прилегает или нет. Пока неравномерно. В одном месте легко идет, а в другом начинает тяжело идти. Вот это нужно исправить. Видно, что клин прилегает только здесь и здесь. Это надо исправлять. Ну вот уже намного-намного лучше. Музыка. 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 Наконец-то я закончил сборку. Честно признаюсь, по сравнению с тем, что было раньше, это небо и земля. Все очень плавно работает, никаких люфтов нет. Клин ушел, кстати, вовнутрь на сантиметр из-за того, что все поверхности шабрились. Также готовы все необходимые детали, чтобы соединить гибкий вал с малой продольной подачей. Вот еще одна деталь интересная получилась. Придется снять лимб. Кстати, осталась деталь для крепления универсального вращателя. Вот к ней и будем все крепить. Троса немножко не хватает, поэтому пришлось выточить удлинитель. Эти прорези нужны для того, чтобы можно было зафиксировать трос. Вставляем трос. Надеюсь, вы помните, что внутри шестерни квадратное отверстие. Теперь сам гибкий вал. И последний штрих. Осталось зафиксировать сам гибкий вал. Все готово к испытаниям. Ребят, под прошлым видео вы дали мне очень много дельных советов. Многие скептически относятся к этой идее. Ну, почитав комментарии, я, наверное, на 100% результат не рассчитываю. Слишком большой изгиб троса. Здесь можно было поставить конические шестерни, укоротить трос. Не хочу переделывать, слишком много работы уже было проделано. К тому же, сам трос не совсем подходит для этих целей. Он не жесткий, имеет скручивание, деформации, скорее всего, будет пружинить. Но проверить мы обязаны, так что приступаем. Поставлю отметку. Тут самое главное не забыться и вовремя выключить, а то все вырвет. Увеличил обороты, поставил 400. Пробуем. Вроде норм, все работает. Более-менее плавно. Думаю, вы видели обратно такие рывки. То есть вы об этом предупреждали в комментариях. Так как проволока в тросе закручена в одну сторону. И в обратную сторону просто она раскручивается получается. Ну еще пробую увеличить. Ставлю 630. Смотрим. Ну интрига дня. Сейчас подготовлю заготовку и попробуем все-таки нарезать резьбу. Что же у нас получится. Попробую нарезать резьбу с шагом 1 миллиметр. Коринбodi внизる бюля говорим о жел able irresponsibleaman hacking. улинышка. Простите нарезать резьбу свожу дальше. Посмотрите нарезать резьбу. Еще пока предупреждайте резьбу. Так само попытаемся в последнее. Вmoslin нарезать резьбу еще 2 wieldа. Простите в barrel с вязание пр St. Пр puppy чтобы планировать гряду HausфминаТ. Вверхлапок. Простите нарезать резьбу среду с шагом 1 åt и зата. Уiven мы не под Funk-3 кап-3 до добавлены. Блова stareли в ютого 2 хват siglo. Ребята, вот такая резьба у меня получилась. На первый взгляд кажется, что более-менее. Но если присмотреться близко, то видно, что шаг непостоянный и некоторые витки толще, чем другие. Ну и для полноты эксперимента давайте теперь попробуем нарезать ответную резьбу. Продолжение следует. В принципе закручивается, хотя все застопорилось. Как я и думал, что витки разной ширины в начале есть какое-то совпадение. Спустя несколько оборотов закусывает еще раз. Сейчас покажу поближе. Пробую еще раз. С виду вроде более-менее резьба, но на самом деле шаг тут не точный, разный. Есть сначала совпадение. Это еще учесть, что резьбу я специально просадил, чтобы легче закручивалось и вот здесь она уже закусывает. То есть если я закручу немножко дальше, я уже это не раскручу, тем более, что это дюралюминий. Так что, к сожалению, для резьбы этот метод не годится для точной резьбы. А теперь хочу попробовать выточить небольшой конус. Большие углы точить тоже не получится. Не позволит гибкий вал. Посмотрите, и так его как и загнуло. Но пока работает. Наверное, градусов 25 это максимум. Установил самый маленький шаг резьбы для самой маленькой подачи и пробуем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Можно сказать, что данный метод работает и сильно ускоряет работу. Не надо крутить малую продольную вручную, если делать какие-то конусы. Опять же повторюсь, сильно большой угол не задашь. Максимум 25 градусов, мне кажется, трос не позволяет. Но отчетливо видно ступенчатость. То есть чистота поверхности должна добиваться уже финишным проходом как-то вручную, если она нужна. Ребята, можно подводить итоги эксперимента, считая его удачным, но лишь на 50 процентов. Потому что тех задач я не добьюсь, для которых все это задумывал. Хотел здесь нарезать коническую резьбу, чтобы не делать на сварке соединение со следующей деталью. Потому что, во-первых, поведет и, во-вторых, пока это произведение чисто токарного искусства и хочу, чтобы оно таким осталось. То есть делать с помощью токарного станка. Но для каких-то задач, вполне действенный метод, можно ускорять работу, не крутить вручную, чтобы точить конуса, опять же до определенного угла. В общем, на этом я останавливаться не хочу. В любом случае буду думать, как реализовать какую-то механическую подачу на малую продольную. Но делать буду, думать серьезно. На валах, на конических шестерях, думаю все это реально сделать, реализовать. Спасибо вам за просмотр, поддержите лайком за труды, я очень старался, всем пока ребят, скоро увидимся.